Доброе утро! Зачем ребенку нужна собака? Маленькому человеку нужна привязанность. Видели, как цепко держатся детеныши обезьян за материнскую шерсть? Новорожденный ребенок тоже может долго висеть, ухватившись ручками за палец взрослого человека. Только с возрастом у нас формируется способность отлипать и вести автономный образ жизни. Это трудно, и многие, вместо того, чтобы взрослеть, остаются в мире детства, в мире иллюзий и фантазий, из которого произрастает вся наша мифология. Мы мечтаем, что однажды произойдет чудо, и появится человек, который поймет и примет нас такими, какие мы есть. Он даст нам все то, о чем мы мечтали. Он будет таким, каким мы его себе представляли. И я тебя ждала всю жизнь и продолжение в 286 серии. Может ли хоть один живой человек на Земле дать то чувство абсолютной любви, заботы и привязанности, которое дает нам мать в первые месяцы нашей жизни? Нет, по крайней мере, на протяжении длительного времени. Как же быть? Кто может дать нам все это? Про кого говорят собачья верность и предан как собака? Если ребенку трудно преодолеть зависимость от матери, и он не удовлетворяется теми отношениями, которые предлагает взрослая жизнь, собака может явиться тем абсолютно преданным и верным живым существом, которое в какой-то степени может компенсировать боль одиночества. Даже Господь заповедями обуславливает свою любовь. У собаки только рефлексы условные. Любовь у собаки безусловная. Собака обладает уникальной способностью удовлетворять голод по абсолютной верности и абсолютному принятию. Собаки служат великолепным решением личностных проблем, которые в других условиях и в другой ситуации могли бы очень болезненно отразиться на ребенке. Собака не только друг человека, но и помощник психотерапевта. И может быть тот единственный психотерапевт, который никогда не смотрит на часы. С добрым утром!